Ападамма пахартарам датарам сарабасампадам рама-вирамам бхуё-бхуё-намам-михам Срисила Бхакти-Сридханта Сарсвати Гусаммитрага Бхупаттол Even today Срисила Бхакти-Сридханта Сарсвати Госвами Пхупаттол Что даже сегодня те люди с Южной Индии Они не могут принять Кришна Должным образом они думают, что это неэтично Они не могут понять Нарайану, Лакшму, Нарайану, Ситараму, так или иначе Но даже до сегодняшнего дня Бхудвана, Шикришна, они не могут понять Они не понимают Его правильную в этом проблема На самом деле мы очень удачливы Поскольку Си Чайтане Махапрабху Бхарат Паракхилешва Он отправился в Южную Индию Чтобы проповедовать Кришна Наму И там Си Чайтане Махапрабху Он взял оттуда две важные книги Это Брамасамхита, пятая часть Брамасамхита И другая книга Кришна Каранамрита Они две авторитетные книги Очень хорошие книги Брамасамхита Может дать нам все о Кришна Таттве и прочем А Кришна Каранамрита Может доказать великолепие Кришна Лилы Это очень важные книги для всех гаудей И суть в том, что Брамасамхита Она написана самим Брамой То, что видел Брама через свои аскезы Он мог увидеть все И в четвертых шлоке Бхагава Там мы можем найти Что Бхагаванши Кришна Он дал нам Он дал наставление Браме Я благословю вас Я благословю вас Ты можешь получить знания о моих обедах О моих обедах О моих обедах Но своими собственными силами Ты не можешь ничего этого узнать Ты не можешь узнать Своими усилиями Только по моему благословению Благословению ты можешь узнать все И после этого После объяснения тех, что Бхагаванши Кришна благословляет Браму Ты занят этим творением Ты всегда занят этим творением Но все же Я благословляю тебя Ты не можешь быть очарован Вот этим творением Что мантра Парампара Не всегда успешна И иногда мы видим Перерывы Когда нету связи И тогда мы Наблюдаются перерывы Мы не можем обрести связь С предыдущим Но Бхагават Парампара Она превосходна Она может дать нам Полное знание И нет никакой опасности Ее прерывания Но Бхагават Парампара И поэтому На самом деле Мы можем увидеть Что в Бхагават Парампара Ниомена кишчан На на аватарам Акарат Бхагават Парампара Рамадхама Размер формы аботар Здесь 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 мы находим ключ, что из Рамы, из Нарисимхи, Варахи, все аватары, они исходят из Кришны. Кришна, значит, Говинда, Говод, Дэвид Дамади Павуша, Дамагамбаджами, Говинда, это изначальная личность, Верховная личность Бога, из которого все аватары исходят, мы их всех обретаем. И на самом деле из Кришны, потом Баладев, первое проявление его, из Баладева, 4-4 вьюхи, из 2-4 вьюхи, мы можем найти Карана Навашаевишну. И вот этот Карана Навашаевишну, Муха Вишну, источник всех аватары. На самом деле все из Кришны исходит, но так или иначе мы можем найти так, что и из Маха Вишны, не прямо из Кришны, а через Маха Вишну, это все снисходит, и от Рамачанда, Варахан, Нисимха, Говмадев, они все Верховные Говмадевы, они все ипостаси Верховного Господа, нет никакого сомнения в этом, но все же они полные аватары. Если мы хотим сказать, что Рама, он меньше, чем Кришна или Вараха, меньше, чем Рама, то это оскорбление. Мы не должны говорить и думать так, они все пурна-аватары, они все целые, полные, все аватары, которые с них ходят, они все пурна-аватары. Значит, оно это пурна-аватары, но есть положительная степень, более положительная и наивысшая. Согласно этому Кришна занимает наивысшее подположение, у него есть некоторые качества, которые нет ни в коем другом преподавании Кришна, наивысшее, нет никакого сомнения в этом. Но иногда те, кто совершает Рамбаджан, они очень, они не совершают Рамбаджан, они не могут принять другого там, как, например, те, кто совершает Кришна-баджан, они очень умные, но... Вреддава-бастаку, вот, например, он пишет... Что те, кто не совершает Кришна-баджан, они могут... То есть они получают страдание трёх видов, и поэтому они очень опечаливают всё. То есть те, кто совершает Рамбаджана, они не все этого понимают, не понимают того, что Кришна – это полное целое, абсолютное полное целое. Но это не значит, что если вы полкование этой с Рами, вы не сможете стать успешными, нет. Но, согласно вашему Баджану, вы можете достичь вечной обители Господа, если вы стать успешными. И вот, если ваш Баджан успешен, согласно вашему настроению Баджана, поскольку говорится, что согласно настроению вашего Баджана вы обретёте совершенство. Я имею в виду, говорится, что когда вы совершаете Баджан, какое чувство в вашем сердце, какой Даршан вы получаете, согласно всему этому вы обретёте себе. И те, кто совершает Рамбаджан, они не могут обрести Кришну, это невозможно. Это невозможно для них. И те, кто совершает Рамбаджан, они могут обрести Рамбаджан. И те, кто совершает Вараха Баджан, их цель – это Вараха. И таким образом, те, кто совершает Баджан, они должны быть очень распоряжены насчёт этого, что Кришна – это не какая-то аватара, он аватарий. Это тот, из кого исходят все аватары. Они все аватары. Но Кришна – это не аватара. И Кришна Четани Махапаву, он тоже не аватарий. Они аватарий. Они источники аватарий. Они – сам Верховный, изначально Верховный Господь. И из Кришны мы обретаем Раму. И с учетом, в Брамасамхите описывается, что Рама, Вараха – различные аватары. Но Гобинда – он изначальная личность Верховного Господа. Он – сам Верховный Господь. И Кришна Баджан – он самый великолепный, поскольку вы можете помнить в горе лилии, Четани Махапаву спросил Мурари Гупту. О, Мурари, почему ты совершаешь Рам Баджан, если ты можешь совершать Кришна Баджан? Он более великолепен, он более возвышен, поэтому лучше совершай Кришна Баджан. Но Мурари Гупту всю ночь думал об этом, поскольку Господь читал наставление снова и снова думал об его словах. Но он не мог оставить Рам Баджан, поскольку Мурари Гупту – он хануман. Он был хануман просто, а сейчас стал Мурари Гуптой и никогда не мог оставить Рам Баджан. И он принял решение, что я не могу исследовать наставление Махапаву, и в то же самое время я не могу оставить Рам Баджан и что же делать? Лучше я совершу самоубийство на моем поле. И вот он уже вточил нож, и вот он уже приготовил этот нож, и еще читали Махапаву, Гуранга Махапаву, Нимай. Он пришел к нам и спросил Мурари Гупту, «Мурари, где твой нож? Ты хочешь совершить самоубийство? Где же этот нож?» А Мурари говорит, «Не, не знаю». А Махапаву сказал, чтобы он не врал. Махапаву нашел этот нож и сказал, что я хотел тебя проверить. Почему? Я не должен нарушать твою решимость. То есть вера в Рам Чандру и Фан Баджи. В жизни ты служишь Рам Чандру. И только для того, чтобы проверить тебя, я сказал тебе это. Ты не оставляй Рам Чандру, твоя нищая, она совершенно. И такие образы мы можем найти, что Рупа Госвами Пад и Санатан Госвами Пад в их прежней жизни. Они просили своего младшего брата Ану Павла, что Ану Павла, ты должен совершать Кришна Баджан. Ты совершаешь Рам Баджан в день и ночь. Нет, но ты должен лучше совершать Кришна Баджан. Он более превосходен. Если ты будешь его совершать, то поймешь его великолепие. Но перед... Он думал и думал насчет их слов снова и снова. Но он не мог принять решение, чтобы совершать Кришна Баджан. И он начал плакать и пошел к группе к Санатане. Мне сказали, что вы, мои старшие, простите меня, я не могу оставить Рам Баджан. Я продал себя лотосным скопам Шри Рама Чандры. И как я могу оставить его, прекратить Рам Баджан? Невозможно. Что же делать? Простите меня. И Рупа Санатане сказали, что твое нищство совершенно хорошо и совершает Рам Баджан. Таким образом мы получаем такие примеры от них. И вот Рама Таттва. Рама Таттва я начал с одной шлоки. Это пранамантра Рама Рама. Это пранамантра Господа Рама Чандры. Туласи Даджи однажды совершал Баджан здесь. В Гиана Гудрин, где-то рядом. Там был храм, где он находился. И вот Руси Даджи совершал Баджан долгое время. И чтобы проверить Кришна Багаван, он явился перед ним. И даровал свой Даджи. И ты даже начал плакать о Господе. Я знаю, ты не отличен от Рама Чандры. Но Рама Чандры мой поклоняемый Господь. У меня есть нища к моему Иштадеве. И прошу тебя, пожалуйста, «Может ли ты видишь себя в форме Господа Рама? Я хочу видеть Раму, поскольку Он мой поклонимый Господь?» И в то время Багаван Шришна улыбнулся и явил себя в форме Рама Чандры. И таким образом из этого примера мы видим, что нет разницы между Рама Чандрой и Кришной. Они все полны Таттва. Но все же есть некая особенность, которую показалось Санатам Гастлани. В Санатам Шришне мы можем найти, что он весь Синхадев у него есть особенность. Среди всех аватаров он. Рама Чандры еще большая особенность. Но Кришна превосходен во всех степенях. Он аватарий. Он тот, из кого исходят все аватары. И вот, подобно тому, как Панчататтва, вы уже знаете из этой пранамантры, и их пранамантры, вы должны знать, что Паратпа Ракхилешава, Сам Верховный Господь, это очень важно. Свая Муха Бхагавана Кришна и Свая Муха Бхагавана Кришна читания. И Кришна читания. Поэтому Свара Гусая пишет эти строки. Кто с читаниями, Он же Кришна, они сам, есть Верховный Господь, но суть в том, что из Кришны мы обретаем Раван и Панчататтва. Мы узнаем, что Панчататтва и совместе это сочетание Махатрабула. А более четко я могу сказать, хотя когда мы хотим узнать настоящую Бхагавататтву, наша Курварга, наша суда, это говорит, что Бхагаваттаттва это полная таттва. Значит, я имею ввиду, Бхагта это преданное, Дама, Нама, все парафарналии, все принадлежности, все это Бхагаваттаттва. Мы не можем разделить ее тех, кто Бхагаваттва и Вашнавы, они видят Бхагаваттаттва все в таком целом виде. Их мы уже слышали в таких примерах, как Бхагаватта и Грандха Бхагаватта, то есть преданные Бхагаватта и Грандха, описание Бхагаватта, они все важны. Если вы хотите узнать Бхагаваттам, тогда вы должны принять прибежище чистого преданного Бхагаватта, иначе вы не сможете ничего знать по-настоящему о Бхагавате. Бхагаватта может объяснить Грандха Бхагаваттам, что Бхагаваттам, они отличны от Кришны, и поэтому столько долго с вами говорит Бхагаваттам, о царе, это Бхагаваттам, это не что иное, как Кришна, и Кришна, Эвахи, она не отлична от Кришны. Кришна, и нет сомнения, что Кришна и Симат Бхагаваттам они не отличны, вы должны помнить это. Но суть в том, что Панчататтва, значит, достаточно времени, чтобы объяснить, но Панчататтва, Гуранда Махапрабху, и потом первое проявление Нитянанды Прабху, он исходит из Гуранда Махапрабху, и потом Адвайта Гасай, Махавишну Джагаткарта. Вы видите? И потом Бхагаваттам, Нарадзита, и Гадада Сахти. Вы видите? В этой Панчататтве, она все единая, уникальная, но она явилась в пяти ипостасях, но она единая. И таким образом я хочу сказать, что Рама Таттва это также уникальная. Рама Лакшман, есть полная Таттва, вместе с Лакшманом, и со всеми братами, но они явились в четырех различных формах, чтобы явить Лилу, чтобы дать нам учения. Удивение об этой Рамы Лиле. И мы можем знать, что эти четыре Таттвы, они уникальны, и не отличны друг друга, но помните, Дашарадхи Махараджи, Дашарадхи Махараджи, на небесах он получил огромное уважение от Индры. Нечто особое произошло там, и этот Дашарадхи Махараджи, ему поклонялись, Рамачан поклонялся ему Рамачандой, с самого детства, страта-юги. Дашарадхи Махараджи явился перед Рамачандой, и Дашарадхи, он поклонялся Рамачандой, до того, как явился Рамачандой, но никто не знает об этом, долгое время. Дашарадхи Махараджи, он поклонялся Рамачандой, с великой преданностью, и после этого Рамачандра явился в этом мире, он снизошел сюда. И то самое божество, которому поклонялся Дашарадхи Махараджи, оно до сих пор находится там, в Урупе, если вы будете в Урупе, вы можете найти там, Мадхвачаря, он поклонялся Рамачандой и Гопалой. Там он попал, который он обрел, здесь два, с два раки. То есть он был большой кусок Чандана, и там внутри он нашел Дапала. И Мадхвачаря поклонялся Кришне и в то же самое время Рамачандре. Вопрос возникает, почему? И тогда вы можете найти причину, почему вы можете видеть, что Мадхвачаря это Вайаватара. Сначала появился Ахануман, потом Двапара-йогу, Бимасен, и вот этот Мукша Вайаватара, он явился в форме Мадхвачаря. И вы должны узнать об этом Мадхвачаря, значит он есть в самом Хануман. И вот в форме Бима, когда он явился как Бима, у него была преданность Кришне, а когда он был в форме Ханумана, у него была преданность Рамача Рами, то есть он вечно в форме Ханумана присутствовал. А когда он был в форме Ханумана, тогда можно увидеть, что Хануман поклонился Рамачандре всем своим сердцем. И поэтому Мадхвачаря Мадхвачаря, Мадхвачаря, он поклонился Кришне, и также поклонился Рамачандре, той Виграхе, которой он поклонился Дашхатхи Махараси. Дашхатхи Махараси вошел великий аскеджи долгое-долгое время, и после этого он узнал, что Верховный Господь снизу ходит, он явится в его доме в форме Рамачандры. Он поклонился Рамачандре, он знал. И поэтому Рамачандра, он явился, сначала явился Рамачандр, потом в Кушалье, и Кушалья. Кошалла, Койкей, и Шумитра. Кошалла, и Койкей вторая, и Шумитра третья. Их четыре брата явились. Койкей есть представление такое, что Койкей очень плохая личность. Всегда это беспокойство о Рамачандре, и он очень плох. Никто не знает, какой же цитет этого Рамататве, и те, кто совершает Рамбаджин. они они знают всю эту тату, что открыто не можем, мы не можем об этом узнать. Я могу вернуться дальше к этому, и вот Рамачандра явился, и Дашратка Макраджа. Дашратка Макраджа был очень счастлив, когда явился, и Рамачандра. Рамачандра явился в полдень, в двенадцать часов, ровно в двенадцать. Он явился ровно в полдень, и все признаки, все положения звезд были настолько уникальны, я не могу ничего сказать, те астралы, они могут более точно объяснить. Великолепие всех этих признаков, и вот Рамачандра явился, явился, и все было очень приятно везде. И после этого Рамачандра когда он явился, Дашратка Макраджа, он был очень счастлив, он танцевал от счастья. Но вы должны помнить, что мы, у нас есть возможность изучать Рамачандра, но никто не знает, что те, кто слушают Рамбаджан, те, кого есть, все знают, что Валдики Мунини написал этот Рамен шестнадцать тысяч лет до Тагуба явился Рамбаджан. То есть это не все знают, кто по-настоящему все-все это Рамбаджан не знает это. И вот шестнадцать тысяч лет до Тагуба как явился Рамачандра Валдики Мунини написал эту Рамайну. Мы очень удивлены, как это возможно, поскольку Валдики, он раньше был подобный демон. он убивал всех животных. Вот Рамбаджа его звали. Он был сыном Борисе, но какие начали что-то с ним случилось не то, и он начал заниматься грехом. И Нарада однажды проходил, и он связал Нарада Махараджа. И Нарада услышал, что ты хочешь. И он сказал, что хочешь убить его, и если что-то цена есть, давай. Ну, Нарада сказал, что резче мне ничего нету. Можешь не убить, но ничего не найдешь все равно. И Нарада начал говорить, что ты каждый день убиваешь так много невинных существ. Ты должен страдать за это. Ты должен страдать за это. Зачем ты их убиваешь? Ты получишь реакцию за твои действия. Но, значит, возмущенный как это у меня нету никакой работы. Я убиваю людей, ну и вообще прочих, и таким образом поддерживаю свою жизнь. Нарада сказал, что нет, ты должен отвечать за все последствия своих грехов. Он сказал, как вот у меня семья есть, они все тоже возьмут на себе. А Нарада сказал, что нет, никто не возьмет последствия твоих грехов на себя. Если ты не веришь мне, иди спроси ее у своей семьи. Он сказал, что ты ученик, я сейчас уйду, спрашиваю, ты убежишь. А Нарада сказал, что ну, можешь мне привязать и пойти спросить, я буду тут. Он пошел домой, спросил своего отца, что отец, смотри, я совершил своих грехов. Готов ли ты разделить со мной последствия этих грехов? Отец сказал, зачем, не готов, старт должен его мне забудеть, это же твои проблемы. Спросил мать, мать тоже сказала, что я при чем, ты тут совершаешь грехи и отвечай за них. Никто так не согласился разделить все эти последствия грехов с ним. И он начал блокать от этого, и он пошел к Нараду, и Нарада сказал ему, ты убиваешь так много живых существ, и жизнь за жизнью, ты должен страдать от этого. И он спросил, можешь ли ты показать мне путь, как избежать этого? Он сказал, да, могу показать, но если ты поверишь мне, вот этот охотник сказал, что ты в саду речи, я думаю, я смогу поверить в то, что ты говоришь. Нарад сказал, сначала, иди выкинь все свое орудие, я дам тебе боготь нам, и ты должен повторять это именно, ты можешь обрести все, что ты хочешь. Харинам, из Харинама, мы можем обрести все, даже Браба, он получил свою способность творения мира, и святого имени, и Нарада, и Шангара. Он хотел дать наставление о Харинаме, ты прими омовение, и приходи ко мне, я хочу дать тебе Рамнам. И после этого он сказал, повторяю имя Господа Рама, он не мог повторить имя Рама, он восстался, настолько греховно было, что даже не мог повторить имя Рама, Мара только мог повторить, но он сказал, не Мара, Мара, Мара значит мертвец, нет Рама повторял, он не мог, и таки лучше повторял, Мара, 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 если так это повторять, будет слышится Рама, таки Махура, Махура, и таким образом он получил наставление от Нарада Махура, Мара, и он принял обед, он принял этот Рамнаме, и он пытался его повторять, но не получил, не получалось, и он изначально относится какую-то способность повторить, и потом повторяет, но так или иначе, он под наставлением Рамы, и однажды он произнес имя Господа Рама, и если повторить одно имя Рамы, вы очиститесь от всех своих грехов, которые вы совершали все свои прошлые жизни, с помощью одного имени Рамы, все это уничтожается, и Сочетани Махапабу также говорил так, когда преданных получат Дашн, Сочетани Махапабу в Кулшатам Даме, то Махапабу говорил, что, кто спрашивал, кто такой Вашнам, Махапабу сказал, что, если кто-то повторил, что вы услышали имя Кришна, от Вашнама, то он есть на свете, если вы услышали имя Кришна, от того, что настоящие, чисто не Кришна, то есть еще намабас и намабарад, то есть есть три вида ситуации, чисто свете, намабас и намабарад, и вот, как пример Санжамила, Адзамил, когда он получил общение с Махапабу, с Махапабу, то он мог вспомнить, во время смерти, они обсуждали, что хотя он был чистый Брахман, но после этого он потерял всю свою чистоту, и когда он был, когда он был, он услышал Вишну Адзутов и Ямадзутов, как они обсуждали, и он наш увидел, что он услышал все, и узнал о Бхагавататве, и после этого, когда Ямадзуты ушли, он решил отправиться в Сахаса, и начал Бхаджан, и там обрел Ситхи, и в Бхагаваттам можно найти, что Адзамил, он тоже отправился к Дамамам, что это значит? Адзамил тоже отправился к Дамамам, и он сказал, что это значит? Нет! 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 Это плохо, Адзамилу, со слов Чилы, Бхактимон Такула, и с комментариев, еще надо чековать и Такула, мы увидел, что Адзамил смог повторить, Бхактимон Такула, и после этого, он начал совершать Бхаджан, и после этого Бхаджана он совершал, получил судья, и таким образом можно найти, что те, что иногда неправильно объясняют этот случай с Адзамилом, то есть, как, например, Народ Танхаку, он в своем киртане говорит, что без Бхаджана Горанга Махапава может дать нам прямо, но тот же Народ Танхаку в другом киртане пишет, что невозможно достичь прямо без Бхаджана, и так далее. Татасидданто, вы должны изучать, слушать от возвышенного Вашнава, иначе мы потеряем свое положение. И, в читанине Лили, в Гошатамдане, Кави, один материальный поэт Кави, он пришел к читанине, Махапрабу, правило было такое, что сначала нужно пойти к Сваугаса, если Сваугаса одобрит то, что он написал, только потом это можно было поднести к Махапрабу, но когда он слушал Сваугаса, он увидел это писанину, написанное тем, поэтому он очень возмутился, что это твоя писанина, это оскорбление как Джаганаха, так и Махапрабу, то есть те, кто не знает тату, если будут составлять какие-то стихи, или прочее произведение, это будет только Сваугаса, это будет только Сваугаса, Сваугаса, и Сваугаса дам ему наставление, что сначала нужно общаться с Ваишнавами, и узнать о Ваишнавах, о Татве, и уже потом что-то можно писать, и вот Валмикимуни, когда он повторял эту мантру, он достиг совершенства, и начал описывать Рамалину, он написал Рамайну, и как? Нама и Нами, то есть имя, и Кришна, они не отличны, Рама и имя Рама, но не отличны, и когда Валмикимуни повторял Святое имя Рама, то через этот Рамнам он увидел всю Лилу, поскольку внутри имени Рама, внутри Махаманды, Хари Кишна, Махаманды, можно найти всю Лилу, все находится там, не нужно куда-то прыгать, вы не можете совершать Аргануга Бхаджан своими собственными усилиями, Рупануга Бхаджан невозможен, таким образом, нельзя просто взять и прыгнуть, и пересечь этот материальный мир, это невозможно, я дальше могу обсудить это, не сегодня. И вот вы должны знать, что говорит наш Гулага, и сейчас внутри Махаманды, Хари Кишна, Махамантры. Если вы будете повторять этот Харинам, то в тот или иной день, когда вы достанете совершенства повторения, вы увидите всю Лилу внутри этой Махамантры. Внутри Махамантры вы увидите Рада Галинду, их окружение, их спутников, их Лилу, если вы станете успешными, в воспевании святого имени, вы увидите все. Это община Бхханатаку, наши Гулага, те, кто совершает Баджан, они описывают это, они могут доказать это на 100%, и мы должны верить в эти слова. И вот, когда он коптил имя Рамы, он увидел Раму Лилу, и он начал описывать ее. То, что он видит через это имя Рамы, он описывает это, на санскрите он записывал. На самом деле, их сампродаи, и у них такая концепция, что Тулсидас, он, что в Аблике, явился в форме Тулсидаса. И поэтому Тулсидас, он начал писать романы на санскрите, но в очень таком поэтической форме, в Варанасе. Но Каши Вишванад, он не согласился с Тулсидасом. И поэтому каждый день Тулсидас писал, а с утра, когда он опять начинал писать дальше, он находил, что отпустая страница. Почему? Он начал плакать, что каждый день я пишу роману, и с утра нахожусь, что все, что написал вчера, все куда-то ушло. Как это возможно? И вот он каждый день встречался с такой же проблемой, и сплакал, что же делать? И пошел к Романску молиться, что случилось? И совершил я какую-то ошибку, какое-то оскорбление. Почему такое случилось ко мне? Можешь ли ты ответить? Я не знаю, что делать. И вот он молился и плакал, и постился без воды. И он поднес полный распространенный поклон. Кашавиш Ванадху сказал, что я не могу даже пить воды, пока ты не ответишь мне. Почему? Как случилось? И Кашавиш Ванадху явился к нему, и сказал о Туласе. Я очень опечалил, но в Алмаке Моне он уже написал на санскрите роману, и поэтому ты должен писать на деревенском языке, на простом языке, на таком слатом простом языке, чтобы обычные люди, кто не понимают санскрита, все те, кто недостаточно образованы, что они, и они тоже могли бы понять славу Рамы, поэтому пиши на простом языке. Чупай Чандар, Чупай Чандар, и Кашавиш Ванадху из Бхагатана. Потому что он смотрел, что там есть, и разные типы Чандар. В Бхагатане мы можем найти разные типы Чандар, и разные типы, и разные типы Чандар. Много Чандар какой-то. Чандар, и вот Тунсидас так пришел, и узнал, почему он не смог закончить свое писание. И вот он принял решение. И когда Бхагаван Вишонад благословил его, что он сможет написать очень сладким и простым языком, чтобы все обычные люди поняли. Потому что Валмики Муни написал Раману. Вот те, кто читает Раману, можно подойти к небе и спросить, что Раману от Тунсидасана более сладко. То есть Рамана написана Валмики, она недостаточно сладко, поскольку, почему он, поскольку Тунсидасана преданный, и когда преданный, и он прикасается к Рамале, то есть она становится более сладко. И в Бхагаване там вводится такой аргумент. Когда птица, она прикасается к какому-то фрукту, манго или еще к чему-то, то есть сладость этого фрукта возрастает. И таким образом мы узнаем, что Бхагавана, когда он прикасается к чему-то, к какому-то писанию, оно становится более сладко. И таким образом мы узнаем, что Рамана Тунсидасана более сладко. Еще хочу объяснить вам о том, что Тунсидаса, когда он писал Раману, он начал Раману о Варанасе. Но после этого, первое, он был в Айодхе, и после этого он начал свой бачан, а потом он переехал на берег Анги, он переехал куда-то в Читракут. Читракут – это очень святое место. И там можно найти место, где совершал Бхажан Тунсидас. Долго время совершал Бхажан там. И когда он совершал Бхажан, он служил Раман Чандаре таким образом. он сделал гирлянду, и Чандар для него и ушел в Храм предложить все это Раман Чандаре. И однажды он плакал, он не мог ничего видеть, но он плакал, и все это Раман Чандаре, и плакал, что сегодня это явление Раман Чандаре. Но я слеп, и не могу видеть Раман Чандаре. Я хочу описать его Алилу, и как это возможно. И таким образом Раман Чандаре явился перед ним, а он не мог увидеть, поскольку он плакал, глаза были полны слез. И Раман Чандаре сказал, что он явился перед тобой, чтобы принять гирлянду Чандаре. И Тунсидас был очень счастлив, видя Раман Чандаре. И вот он стал успешен, и потом он написал больше и больше. И когда... Тунсидас же, он был в Айодхе, в то время, каждый день, Тунсидас он слушал каждый день, ходил слушать Валмики Раман Чандаре. Однажды случилось, что однажды было такое правило, что Тунсидас он пересекал границу Айодхи, и он ходил справлять свои естественные нужды за пределы Айодхи. Ну, как здесь есть Хатрас, есть эта станция, она на на границе этого раза. С другой стороны, Харьяна, граница такая. Эта граница не значит, Дама, она ограничена чем-то, вы не должны думать так, хотя внешне видим, что какие-то ограничения есть, что Айодхи, она начинается там, то окончается там, то окончается там, на границе, но на самом деле, они безграничны. и вот Рабин Дарнастагу пишет, это не Рабин Дарнастагула, это вот кто-то пишет, насчет Дамадара, что ты безгранична, и что не может связать тебя с веревкой, поскольку ты безгранична, и если нельзя, хочешь тебя никак не связать, и Дама это виплутатва, она бесконечна, ты не должен думать о Даме, только о чем-то ограниченном. Я много лет назад рассказывал об этом, и вот Виндаван Дама, можно найти, что Виндаван, он как-то находится в каких-то границах, но это не значит, что можно взять и ограничить как-то Виндаван, внешне это так, но Виндаван он не относится к какой-то ограниченному чему-то, и так или иначе, внешне можно найти границу Дамы, мы совершаем Чурасик Рош по рекламам, то есть Виндаван, и таким образом, Тулатидас, он тоже хоть Крам пересекал эту границу Дамы, обычно у него была такая практика, что он ходил в туалет за приемлемой Айодхи, и вот, Тулатидас, каждый день, он шел с пешком, с емкостью для воды, в то время этих туалетов не было, они все ходили в поле, и тут всегда с емкостью с горшком, с водой, и вот, а если что-то оставалось в горшке, он этот, оставшись воду, он выплескивал на какие-то деревья, колючки, после растения, которые там росли, вот такие, бесполезные растения, и однажды один, этот, гост, на приведение, что-то говорил, и спросил, кто-то, гост, на приведение спросил, как я могу тебя отблагодарить, ты мне каждый день, воду, как вроде не приношу, ну, смотри, как ходишь в туалет, каждый день, вода, которая оставшаяся, ты на меня выплескиваешь, и вот каждый день, я получаю воду от тебя, я очень благодарен, что мне сделать для тебя, а он сказал, ты же приведение, что ты сможешь сделать для меня, а он сказал, вот, я хочу его обрести, вот, если он столько, рамачан дает, может это сделать, но приведение спросил, что я не могу, но я могу показать, как, то есть, каждый день, ты идешь слушать, рамакаху, из Валники Рамами, вот, ты можешь найти, есть один, преданный, более непроказый, он в углу сидит, и когда рамана начинается, он слышит рамана, после того, как рамана закончилась, он уходит сразу, так, ну и что, он воплощение рамана, он воплощение рамана, он может дать тебе раму, и, ну, хорошо, сегодня я посмотрю, и вот он пошел на рамкаху, и после того, как рамана началась, тут он увидел, что какой-то человек, закрепляет одеялом, и слышал рамана, и рамана окончилась, и сразу ушел, и сюда спринялись, и я не могу позволить ему уйти, его схвачу, и вот у него с термачандрой, он принял такое решение, и вот в следующий день, когда рамана окончилась, он побежал к нему, и схватил его, и он сказал, что остатки где-то, показы были, он сказал, что нет, я знаю, кто ты, нет, я просто, не могу тебя оставить, и вот тогда он привел к раму ханумана, и благословил его, что ты хочешь, я хочу обрести лотосный стопор рамачандра, хорошо, ты станешь успешным, хануман, он не благословил его, таким образом, он написал раману, и однажды, на день явления рамачандра, в Читракуте, он, как говорил, я слеп, я не могу видеть господу Раму, на сегодня, как я могу видеть, явление рамачандра, все танцуют и поют, но как описать это, я хочу описать то, что я вижу, выражать это в языке, но как это выглядит, поскольку я не могу сравнить рамачандру ни с каким материальным, ни с чем материальным, я хочу сравнить рамачандру с Богом Солнца, но это тоже плохо, поскольку Солнце слишком горячо, рамачандру, и не такой лучай, сравни его с Луной, но нет, Луна, пятна на ней, тоже не хорошо, и сейчас же сравнить рамачандру, и тогда, он начал писать, как я могу сравнить рамачандру, только обычно мы сравниваем, Гурпат Падму, или Японию Господа, или какого-то Ваишнава, с лепестками лотоса, или с лотосом, Чарану Падма, так это мы ожидали, но, в самом деле, два сих пор думал, как это записать, должным образом, и теперь, смотря как, что делать, после этого, он не мог найти ни что, с чем можно было сравнить, глаза, или лоды, с ноской рамачандры, и, в итоге, он написал, что рамачандру, он был как рамачандра, его нельзя сравнить, ни с чем, и таким образом, Тулсидас, написал такие слова, рамачандры, что рамачандры, просто рамачандры, я не нахожу ничего, с чем бы, можно было сравнить, рамачандры, и вот после этого, он написал, рамань, вы можете узнать, что из комментариев, как рамань, есть комментарии, как рамань, и вот можно найти там, я слышал о тех, кто слышал о Трамбаджин, что, вот Кайки, очень такой, плохой человек, согласно их седанте, мы можем найти, что рамачандра, и нахо, и нахо, в чём, и нахо, когда Кайки, он любит, с коколей, и нахо, она не может, без рамачандры, и это возможно, что с галактикой, с галактикой, с галактикой, Как-то возможно, если они так любили Рамачандру, как-то он могли отправить его ссылку на себя на себя. И те, кто пишет комментарии, мы пишем, что Рамачандра всегда принял Прасад, сидя на коленах в Кайке. В Кайке он кормил его, он заботился как-то в детском возрасте о Рамачандре. И от нас, в котором Рамачандра вырос, Рамачандра, он пришел к Кайке и спросил его, мать, я хочу спросить подарок от тебя, что ты хочешь? Сможешь ли ты дать мне это? Я хочу отдать свою жизнь тебе. Правда? Я хочу спросить, я хочу подарок от тебя. Но ты сначала должна пообещать, а потом я скажу, что надо. Но Кайке сказал, что нет, я не могу сказать нет. Что ж, любые трудности, я могу встретиться с ними, я исполню мои обещания. И хорошо, ты смотри, ты можешь отправить меня в ссылку, поскольку три благословления. Мой отец хочет дать три благословления. То есть, первое, можешь спросить моего отца, досмотрите. Я хочу отправить Рамачандру ссылку на 14 лет. Ну, как я могу спросить? Ты меня обещал уже, поэтому давай исполняй. Я хочу спросить, я хочу спросить, я хочу сделать барат от царем. Ты попроси его, иначе я не могу сказать свое дело, для которого я пришел. Я не могу сказать, что ты делаешься в этом мире. Ты должен срезать все обещания. И вот Кайке, он думал сразу, как это возможно. Я уже пообещал Рамачандру, как я могу. Я не делал того, что я пообещал. И только тогда от Дашара он попросил Дашара, Дашара, он очень опечалился. Он попал без чувств. Как можно спросить Рамачандру, отправить ссылку на 14 лет? Таким образом. Но перед этим я хочу рассказать, что этот Муни, А, Вишвамитра Муни. Вишвамитра Муни однажды пришел к Дасара, я привозил ему свою поклону. Я хочу взять двух твоих сыновей. Я хочу взять с собой один из двух твоих сыновей, чтобы убить демона какого-то Таракара, которые показывали, что не нужно Баджан совершать. Вот он не мешает, поэтому нужно их убить. Дашара Махарад, он не хотел оставлять Рамачандру. Он очень опечален, но отбывался, а Баракат правил еще круто. Но после этого, Вишвамитра осознал и вернулся, что, нет, Рамачандру нужно, ты должен отдать свой сыновей. Я верну его тебе, не волнуйся. Нужно вот пойти. И Рамачандра, он отправился с ним, с Лакшманом. Лакшман позже пришел с ним и по пути. Вишвамитра спросил, как мы должны идти. Почему ты спрашиваешь? Вот этот очень короткий путь, а там проблема по пути Таракара, Расва какой-то там. Ну, мы спрозвались получить коротким путем, и он осознал, что Рамачандра. И после этого они встретили то демона Раджаса, убили его, и дошли до Митхилы, царства Джонакарадзе. И там в саду Лакшман, Рамачандра. И Вишвамитра, они захотели отдохнуть. И после этого Вишвамитра Муни, он узнал, что очень скоро будет свадьба с Ивситой. Дочери Джонакарадзе, Джонакарадзе, он великий преданный Махабагавата Раджа Риши. Он царь и в то же самое время Риши. У него был такой великий титул, и в этом саду Рамачандра отдыхал, поскольку Гурадев, Вишвамитра Муни, чтобы не спрашивал Вишвамитра, Рамачандра сказал о Гурадеве, что ты хочешь, я могу сделать это. И Рама, на самом деле, Рама Аватара, и Кишна Аватара, здесь особенностенник Рама Аватара, это Мариада прошлого дома, а Кишна Аватар, это Вила Павла Святого. И здесь, в этом Рама Аватаре, в каждой части секунды Рамачандра, он хотел утвердить Мариаду, правильное предписание, как нужно клониться, как нужно выражать точно не старшим и прочим образом. И таким образом, мы находим, что Муни, чего-либо, он не просил, или Рамачандра сказал, говорил, да, Гурадев, что ты хочешь исполнить, у меня нет никакого личного желания. И тогда, в один день, Вишвамитра Муни спросил, да, Шадхи Махашки, здесь рядом, хочешь ли ты увидеть своего отца, поскольку долгое время ты не видел его, ты долгое время путешествуешь со мной. И Рамачандра ответил, о Гураде, как вы хотите, у меня нет личного желания, если вы хотите взять меня туда, то я пойду. Не хотите, я не пойду. И таким образом, с смирением он поступил. И однажды вечером он узнал, что очень скоро, что большая Ягья будет вести. один большой бою и аром, вы видите, живя в Инасанхаре, то есть, кто-то, 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 кто-то сможет сломать лук, то ли лук, то ли скрыт, но после этого, по указанию Гураде, он сказал, что иди, иди сейчас, в твоя очередь, и сломай. И вот он взял эту стрелу и сломал, ровно посередине, ну, подобно тростнику сахару. Ну, он взял сломал на форте какую-то простую палку, и тогда все поняли, что он не обычная личность, он сам греховный Господь. И после этого Ситадеви с гирлянды в руках, она хотела предложить гирлянду Рамачандре на Рамачандра. Он сказал, что Ситадеви не могла дотянуться до его шею, поскольку Рамачандра была очень высока, а Ситадеви не настолько высока. Но Грудев не дал никакого наставления, и Грудев сказал Лакшману, поскольку Ситадеви стояла и не могла дотянуться до Рамачандра. Что же делать? И Грудев дал знак Лакшмана, чтобы он помог. И Лакшман что сделал? Лакшман, который коснулся глотан со стопам Рамачандры, чтобы взять пыль с его стоп. Вот такое правило. Он прикоснулся к стопам Рамачандры и обнимал Лакшмана. И когда он нагнулся, то Сита смогла предложить ему гирлянду. И вот Кайкея... И вот Кайкея... И после этого они начали жить в его царстве, и Грудев решила сделать Рамачандру царем. Но Кайкея... Она попросила третьи просьбы. И Грудев решила на три дня. Он запахнулся лепест. Он не могу понять. Что случилось? Рамачандра спрашивает к Пайкея. Но в этой съезде он действительно такой написал. Рамачандра спрашивает, что это хорошо. Мой британ Бату Бараджи... Я могу убирать Бараду, призывать Бараду, Ольга в этом του рождения, А Даша Радха в среднем не мог прийти с себя от такой просьбы Армачандра. Он был очень доволен, что его брат будет царем. И после этого Рабачандра пришел сын на 14 лет Армачандра. Даша Радха без Армачандра не мог ничего видеть. Рама, он был его сердцем. И когда он увидел слово, Армачандра собирается у тебя ссылку. Он не знал, что делать. Она сказала, что я не хочу жить без тебя, если ты хочешь возьми меня с тобой, иначе я умру. Я должна идти с тобой, поскольку без тебя я не могу жить. И Ситадеви тоже пошла с ним. И Лакшман старший брат сказал, что ты должен взять меня с собой, поскольку Сита и Ситадеви. И вместе у меня есть возможность служить вам обоим. И прийти. Возьми меня. Останься. Я не могу остаться. Я должен идти с вами. И после этого я принял решение отправиться с Рама, и Рама, и Сита, и Лакшман. Они уйдут и из Айот-Я. И в лес, и все звали, они начали плакать. И они не могут жить. Они чувствовали, что они не могут. Но все же Рама Чанда принял решение. Сто процентное решение. Я должен уйти. Поскольку я должен сдержать обещания моего Росца, поскольку он обещал, я должен уйти. Он ушел в лес, и после этого он достигал Дадакаран и прочих мест из Айотхи. И вот можно найти, он ушел из Удападаши, Думатхи-Падаши, там большой лес и из Айотхи. И вот так шел, он шел, шел. И постепенно они встретились с различными Ришами. Поскольку Риши совершали Айотхи, Дадакарани и прочих местах. И вот когда они сначала пошли в Читракут, и там Рама Чанда, Аллах, и Сита, они достаточно долгое время находились. И после этого они отправились в Мандавье Муни встретиться. И после этого отправились в Каутаме, Ашам Каутаме, Муни. И с таким образом они ходили с леса в лес. И после этого в Дадакарани. И хочу объяснить, что когда Рам Сандра путешествовал по лесам, иногда встречался с Гухак Чандалом. Он был другом. Мы очень подружились с этим. Гухак Чандалом помогал ему пересекать реки. И в то самое время изойдет мне Барат Махара Чандалом. Он пришел, чтобы забрать Рама Чандал и свое царство. Рама Чандал сказал, что нет, я не могу уйти. Я хочу защитить обет своего отца. Да, ты должен выполнять наставления отца. Поэтому забудься о царстве. Я буду следовать его Казаме. И Барат Махара Чандалом вернулся назад. Падали с этими деревянными сандалиями. Рама Чандалом подрузил их себе на голову. И таким образом шел и поклонялся. Потом их положили на Асим Хасану. И начали поклоняться с полной делой, что они не отличны от Рама Чандры. Рама Чандра, если он оставил свои вещи, они тоже пурна. То есть концепция пурна в том, что Рама Чандал дал какую-то вещь. Она тоже не отлична от Рама Чандры. Она не как частичная. Какая-то часть бесконечная. Она тоже бесконечная. Он согласен. Это шелки запонишали. И поэтому он положил эти упадки. Рама Чандры на голову и поклонялся. И каждый день, когда он ест, что-то рис, что-то рис. Рам, 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 Рам. После этого, когда солнце почти будет сад, то с ковом, Гомутра, он пострелил это рис, и получил это... Спинслей, большой астритийный финансер, с твердой плотной, не будет менять плотной, не будет менять плотной. А другой какой-то преды, он повторял имя Рама, и он был в чувство разлуки с Рама Чандрой. И он ел только рис вареный, и нахав, вторую моче в полдень. И после этого, Рама Чандра, он путешествовал по разным лесам, и когда они дошли до Данды Карани, Данды Карани это большое место. Это часть Андра. Я вот год назад был там, Данды Карани это большое место. Там граница нескольких штатов, Андра Прадаш, Матве Прадаш, или еще что-то там, граничит. Так вот, тысяч километры за километром, там, тяжело увидеть, границу эти риски, которые с Адбатчан там, они приняли решение обнять Рама Чандрой, поскольку Рама Чандрой настолько велик, настолько прекрасен, мы не можем оставить Рама Чандрой, мы хотим обрести Рама Чандру, как быть, как своего супруга, Рама Чандрой знает, что в их сердце, и он сказал, что в этой Аватаре я Марьяда Парашоттамат, я не могу нарушить никакие правила, в этой жизни я могу принять только одну жену, в этой жизни, я не могу принять никого, но в следующей, в Аватаре, когда я явлюсь как Кришна, я могу исполнить все ваши желания, но в этой жизни невозможно, и вот все речи из данной Корани, они приняли решение, так или иначе, мы обретем общение с этой, с этим Государством, с ним, неважно, в форме Рама Чандры или Кришны, и когда Рама Чандра вернулся назад, через долгое время, когда он совершал Ягью, когда Сита была под землей, то есть, это долгая история, времени мало, и вот Сита, когда была под землей, то Рама Чандра совершал Ягью, то правило таково, что вы должны жену свою привезти, вместе с женой нужно завершить Ягью, и Рама Чандра каждый раз, он делал Диграху Ситы, золото, золотую Ситу каждый раз, и таким образом сотни Сит были уже, они тоже явились в этой Кришна-лили, вы не знаете, описывается там такой секрет, и после этого, когда достигала Шрама Маддявы Муни, Каутами Муни, и случилось нечто, и вот Шабари, вы знаете о Шабари, Каутами Риши, его жена, она очень красивая, и так или иначе, по желанию Рама Чандры, это случилось, иначе, это было бы невозможно, что Свагарадж Индам, он почувствовал какое-то обожделение к ней, и после этого, Каутами Муни узнал, и проклял ее, что ты станешь камнем, и она начала плакать, я-то причем ничего не знаю, он пришел в форме, ну в твоей форме, в форме моего, у тебя, я думал, что это ты, и поэтому, она начала плакать, и он благословил ее, когда по югу Рама Чандры, он придет сюда, так или иначе, он прикоснется к тебе, и ты освободишься от этого проклятия, иначе невозможно, и вот Рама Чандры, он верховный Господь знает все, он явился в тот ашрам, в Гаутами Муни, чтобы осветить этот ашрам, и благословить тех Решей, которые находятся там, и прикоснуться к этому камню, и после этого, сабари, сабари происходит из очень низкой касты, они живут в лесу, они живут в лесу, они живут в лесу, сабари, 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 она была великой преданной, Рама Чандры, и так или иначе, она была очень вдохновена в служении Гудэву, ашраму Гудэву, и вот Гудэв сказал ей, Шабари, однажды ты встретишься с Рама Чандры здесь, никуда не уходи, ты будешь служить этому ашраму, и благословение тебе. Шабари совершила служение с детства, много лет, и повторяла имя Рама, 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 и хотя она из низкой касты, но те, кто совершали Криснабаджан, Рамбаджан, они не могут быть нечисты, они самые чистые, никто не может, не знает эту седанту, на самом деле, однажды, шабари, перед этими ришами, шабари, попросла, перенести воду из какого-то озера, с цветами лотоса, но эти риши начали кричать, что не касаясь воды, мы тут моемся прямо сюда, «ты там с какой-то низкой касты, как ты вообще смеешь прикасаться к этой воде?» И вот когда-то они начали отвечать, оскорблять о шабари, в то же самое время, этот водоем, он высох, вода, ни лотосов там, ничего не осталось, эти риши начали говорить, что ты вообще виноват, что мы тут из-за тебя мы естественной воды потеряли, почему-то она прикоснулась к этому, и вот она испугалась, начала плакать, «Чего сделать? Простите меня!» Она смотрилась на воду, и Рамачанда знает все. Рамачанда, он хотел доказать, что это не шабари виноваты, это ваша ошибка, почему это все? Вы совершили оскорбление лотосным стопам шабари. Рамачанда явился, пришел и спросил шабари, «Может ли ты пойти воды принести с того озера?» Немножко осталось, она посмотрела на Рамачанду, испугалась, «Я пойду туда, меня опять побил, что делать?» Шабари, «Нет, ты иди!» Шабари посмотрела на Рамачанду, «Нет, шабари, давай иди!» «Что делать?» Шабари пошла туда, поскольку сам Рамачанда дал ей такое наставление, и она так испуганно пошла, прикоснулась, и только как шабари прикоснулась к этому озеру, он опять наполнился прекрасной чистой водой, и лотоси начали там расти, и эти риши, они осознали, что это наша ошибка, мы совершили великое оскорбление, и они начали просить прощения в этой шабари, что прощения не смогли понять, что это настолько чиста, мы отчитали тебя, прости нас». И таким образом Рамачанду, он путешествовал по этим лесам, потом с Сугривом, с Хануманом встретился, и Сугрив, он подружился с Сугривом, с Хануманом, и с тех временем Хануман, он служил всю свою жизнь Рамачанду. И один день Раман, Кумбакарна, Камса, Джарасандра, они все нервишешевы, они уважают Брахмана, безличного Брахмана, но хотели убить Раману, Крамса хотел убить Кришну, Джарасандра тоже хотел убить Кришну, и они очень уважают безличную Брахмана. И вот, они, Майавади, они не верят в Кришну, Раману и прочее. И вот, Раван, что случилось однажды? И это место, где там из Махараджа, Насик называется, И однажды там, в Ситаделье находилась на Баджан Кутире, и Рам Лакшман, они тоже там были, собирали какие-то фрукты и прочее. И однажды, Майарич, один и дядя, один и дядя, массажер, один и дядя, здесь и дядя. И вот, этот Майарич, он, вообще правы на какой-то сообщник был, и вот, она сказала, что ситаделье, вот смотрите, там золотой оленей, хочу получить его, но они сказали, смотри, это лес, здесь всякие привидения водятся, не могут понять форму этого оленя, поэтому не верить своим глазам, нет, я хочу получить, идите схватить, и приведите ко мне. Рамачандра, что же делать, Рамачандра пошел на этого оленя, но Лакшмана остался защищать ситадель, но после этого, этот Майарич начал кричать, поскольку они ракшасы, у них есть особая сила, имитировать звук любого живого существа, они могут принять форму любого существа, и голос его и субетировать, и издалека, когда этот Майарич увидел, что Рамачандра нападает на него, чтобы спастись, он начал кричать, «Лакшман, спаси меня!» Голосом Рамачандра, «Лакшман, спаси меня!» И вот сита сказал, «Смотри, твой брат в проблемы, иди, беги, спаси его!» Лакшман сказал, «Невозможно!» «Рамачандра не может быть, никакой проблемы нет, ты должен пойти!» Я вот слышал звук Рамачандры, «Иди, спасай его!» «Аллахшман не готов!» Она начала оскорблять его, «Я знаю, почему ты хочешь остаться здесь!» «Если твой старший брат умрет, то ты получишь его наследство!» «Что ты говоришь, ты моей мать, я так думаешь!» «Мне больно это!» «Ты не должна говорить это!» «Я не плачу, очень обиделся и ушел!» «Иди, спасай раму!» «И вот стрелами он…» «Он ограничил пространство, которое сидит, нельзя выходить!» «И он пошел искать Рамачандру, и он нашел Рамачандру, проблемных их нет, но этот олень, он уже убит стрелой, и он Ракшас. Он никакой не олень, но тем временем, ну далеко до старшего, от Сити Равана пришел в одежде саньяса, санданды и прочим, с командами. И вот он пришел к Сити, и Сита видит, что какой-то саньяси пришел, я должна дать бикшу, и Сита дала ему что-то на бикшу, а Саньяси сказал, «Ну я так не могу, ты выходи из этого круга и дай мне…» А Сита сказал, «Нет, не могу, давай ты заходи и возьми!» «Нет, я не могу зайти, ты выйди, и дай мне бикшу, иначе я ухожу вообще. Теперь давай решай, что делать, поскольку ты греха сказал, когда приходит… и уходит из дома греха сказал, я с ничего не получив, это плохо…» Сита думает, что же делать. И после этого Сита пересекла эту границу, потому что Раван уже проверил, он хотел пересечь эту границу, но как-то он пересекал огонь, там был, он не мог пересечь… И когда Сита вышла из этой границы, он… И сказал, «Сита нарушила это обещание, вышла из этой… Баджан Кутира, ограниченного стрелами, чтобы дать подоение, Равана схватил ее за руку и улетел с ней, и Сита начала плакать, «Спасите меня, спасите!» Раван начал смеяться. И вот на своей… Он ее на свою колесницу посадил, задную руку удержал и поехал на Ланку. И там Сита Дэви начала плакать. Она что сделала? Все свои украшения открыла и начала кидать, И сейчас, если мой мужик может узнать, Лахман может узнать, что Рамши или Лакши, они узнают, увидят, что эти украшения валяются по пути, они будут узнать, куда мы повезли. И вот он начал так раскидывать эти украшения. И в тем временем, Джатаю, вдруг Даша Ахимакрадзе, увидел, что Равана, он взял Сита, украл ее. И вот эта птица полетела сразу с Раваной, и вот одной рукой Ситу держал, другой сражался с этой птицей. И после этого, так или иначе, Раван, он отрубил одно крыло этой птицы, она упала, и она лежала так окровавленная, чтобы рассказать Равану, чтобы рассказать, что случилось. И вот рассказали, что случилось, что твою жену Ситу похитил Равана, что, да, я хотел защитить ее, но вот меня, отрубили крыло мне, и вот я теперь жду, чтобы увидеть тебя, и умереть, видеть твое лотос, что-то, и Рамад Чандра настолько милостив, он взял его к себе на колени, и слезами, он омыл его своими слезами, и благословил его, что отдал ему освобождение, и таким образом Рамад Чандру настолько милостив. И вот он встретился с Сугривой, потом поскольку Сугрива, и Сугрива ему какой-то, не, раздебность с Бали Махараджем были, и потом он начал думать, как же спасти Ситу. Но тем временем я хочу сказать, что та Ситадеви, это не была настоящая Сита. Как можно узнать об этом, поскольку когда Су Чайтанин Махапрабу отправился в Южной Индии, он встретился с одним преданным, который совершал Рамбадзе, и там, он пригласил Су Чайтанин Махапрабу, чтобы он принял пожертвование. Но Рамад Чандра спросил, почему ты не готовишь, а почему, как готовить? Джагатмата, Ситадеви, Равана, поскольку Равана, он похитил Ситу, как я могу вообще есть в этот день? И Махапрабу сказал, что смотри, ты очень удачный, твой настроение очень хорошо, но смотри, та Ситу, которую похитил Равана, не настоящая, это какой-то копия Ситы. Смотри, я могу доказать это, когда Ситадин Махапрабабу возвращался назад из Южной Индии, и вот на берегу упрощения Ноди, они увидели Бравана и обсуждали Раману. И там, через Ситадин Махапрабабу услышал, что это копия Ситы была, не настоящая Сита, Равана хотел схватить Ситу, и Ситу начал плакать, а огонь явился, и настоящую Ситу спрятал, а поддельную Ситу отдал Раване, и Равана схватил какую-то поддельную Ситу, и у Равана нету силы, чтобы Ситадин Махапрабабу дал такую Ситадину Бравану, когда он плакал. Раван Ксендадин сказал, как ты можешь надеяться, что Равана может прикоснуться к Сите? Раван – это Сита, это Салу в Сакте Равана. Рама, он даже не может видеть Ситу, не то, что он прикоснется. Даже если он не может даже видеть, как же он прикоснется, и поэтому будь аккуратен, давай, готовь, предлагая по отношению к Господу, корми меня, принимай Прасад. И вот шел мимо собрания Браванов, услышал об этом, что он похитил ненастоящую Ситу. И таким образом, Браван стал очень доволен, очень счастлив, и Рамачанда принял решение отправиться в Ланку. И до этого Рамачанда отправил Ханумана, чтобы узнать, что к чему. Хануманджи – он особое существо, и он отправился на Ланку. Хануманджи – он узнал, что к чему, где Ситадеви находится, где Ситадеви находится. В одном месте – Ашуканан, Ашуканан, там какой-то сад, в котором все Рамачасы охраняли Ситу. И Хануманджи – он принял форму этой мухи. И он прилетел к Сити и сказал, что я Хануман, я посланник Рамы. И тогда он дал кольцо Рамачандра. Вы знаете это кольцо? Ты знаешь это кольцо? Да, это кольцо моего Господа Рамачандры. Чтобы его правильно поняли, что я посланник Рамы, я слуга твоего Господа, и поэтому будь осторожен, будь осторожен, а, будь осторожен, Рамачандра придет, чтобы спасти тебя. И после этого Хануман он хотел сжечь всю Ланку. Однажды перед Раваной он пришел к Раване. И Раван спросил, кто ты? Я слуга Рамачандра. Но перед этим, когда этого обезьяну схватили, они начали восхищаться, что какой-то сверхчеловек пришел сюда. И вот они схватили этого Ханумана, и Равана сказал, смотри, хвост у него, подождите хвост, чтобы он сгорел. И после этого, что случилось с этим горячим хвостом, и Хануман, он начал прыгать везде. И таким образом, своим горячим хвостом он сжег всю Ланку, и вся Ланка померла. То есть, он сгорел, он сгорел, и он сгорел. И вот после этого, что делаешь? Потом, Хануман Махарад проняет наhovу в his mouth. Парк, у себя становилось шерю. Судва Диви também и молился john горячий воз себе в рот, и таким образом его лицо стало черным. То есть, если можно видеть, что все эти хануманы не черные, у них все лица черные из-за этого. И вот Равана схватил его и спросил, кто ты? Он сказал, что я слуга Рамы. О, я думал, что ты царь какого-то царства. Я думал, ты великий царь. А ты какой-то слуга. Да, я слуга Рамы. В начале всего Хануман начал думать, как же представиться. Тогда Равана спросил, кто ты? Он думал, если я скажу, что я не поймёт, кто из тебя есть, тогда она в тонкой форме явилась к нему в ухо и сказал, что сказать, что я слуга Рамы. И тогда Хануман сказал, что я слуга Рамы. И таким образом Раван сидел на троне и Хануман сказал, что я слуга Рамы. Моё положение выше, чем Рамы. Рамы со своим хвостом вырос. Он из своего хвоста вырос и он сделал трон из своего хвоста и сказал, что я выше, я слуга Рамы. И Рамачандра скоро придёт убить тебя. Убить меня. Посмотрим, кто кого убил. И после этого, по благословению Рамачандра, Хануманджи Махараджи, он начал кидать камни в океан. Эти камни, он писал, и Рамы на этих камнях и кидал в океан. Эти камни, они не тонули, а плавали. И таким образом он построил мост до лампы. И до сегодняшнего дня, если со спутника посмотреть, то, когда Рамачандра возвращался, то самутра океан, самутра дэв, он просил его, о Господь, ты уходишь, почему ты связал меня этим мостом, пожалуйста, освободи меня. И Рамачандра, он своей стрелой, он разрушил этот мост, и мост упал. И страдают со спутника, можно видеть там эти камни в форме моста, они так даланки аккуратно сложены, они обнаружены. И таким образом Рамачандра, он сражался с Раваной. Раван, он тоже необычный человек, он это Джай-Виджай. В начале он явился как Раван, точнее как Хираньяк Ширанья Кашипу, потом как Раванья Кумфра-карна, и потом как Шишипа-карна. И таким образом Раван, он сражался с ним, это большая история. И вот Раван, он был десятиголовый, Рамачандра, он пристрелил ему одну голову, вторая вырастала, потом третья, четвертая, и прочее. Рамачандра, когда пристрелил его своей стрелой, он уже был почти умер. Например, все начали. И вот, ну аминь. А вот была Мритюван, такая причина снятия Раванья, она была в какой-то подушке. И, однажды, в форме Брахмана, Ханаман пришел и сказал, что внутри Того Царства Мангадури какой-то были и сказали, что смотри, будь осторожен, это стрела. То есть, нужно быть осторожен с этой стрелой. То есть, эта стрела была в колонне, точнее. И вот Ханаман нашел эту колонну, разбил ее и взял эту стрелу, стрелил и пошел к Рамачандре и отдал. И до последнего момента Равана, истинная Равана, они тоже сражались, с его брат, они тоже сражались с Рамачандрой. Они все были побеждены. И после этого Рама и Лакшам, после этой великой победы, когда они начали... И вот как-то в Виджая Даша, они отправились на Ланку, Дивали во время Калифуджи. Это тогда, когда они... Это правило в Индии, что все местные люди, и они поджигают лампы везде, в каждом доме. Они все сражают лампады, и это День Победы. Свечая Дашами, это последний день Долгопуджи, Рамачандрой отправился со всем своим окружением на Ланку. А в день, когда они закончили Дивали, Рамачандрой вернулся на колеснице вместе со всем своим окружением, цветами. То есть, все полубоги, они кидали сверху святые по дороге, и Рамачандрой вместе со всем своим окружением вернулся в Айотио. После 14 лет скитаний по лесам все начали танцевать и плакать о счастье. И после этого Рамачандра принял это царство. Он принял пост царя. И Бараде сказал, что «Хочу служить себе, мне не нужно это царство, поэтому стали царем». И Рамачандра стал царем. И после этого у Рамачандры было такое правило, как Прохлад Макарач и другие цари. У них было правило, что они ходили за пределы самого дворца, приодевшись обычным цветом, чтобы узнать, что за проблема в их царстве. Таким образом, Прохлад Макарач требует со схемой ватхутом. Я сейчас без времени говорить о нем, но так или иначе, Рамачандра вышел однажды ночью из своего дворца в обычной простой одежде. никто не знал, что Рамачандра просто оделся как человек. И вот он ушел и смотрел, есть ли какие-то проблемы среди моих Апрад Селина и Праджи, то есть в почете. И вот он увидел, что в одном доме жена и муж, они, ну, вскоре от нее ты должен уйти, я не могу тебе, муж выгоняет жену, я не Рама, я не могу позволить тебе второй раз, поскольку Ситадеви ушла, вынуждена была уйти на Ламку, но о ее, то есть этот муж ее выгонял и из этого узнал, что многие сомневаются в целомудрии Ситы. И Сита до сегодняшнего дня она самая чистая из всех. И перед Ситой Рамачандра сказал, что что делать? Я Марьяда Парушеттана, ты должна явиться, да, ты должны проверить, мы застем огонь, и ты должна пройти через этот огонь и доказать, что твоя целомудрие совершенно. И после этого Рамачандра пригласил все. И в то же самое время Агни Дев он вернулся в настоящую Ситу, а не настоящая Сита, она пропала. В Айодхе было великое празднество, великий праздник, когда Рамачандра узнал, что многие сомневаются в целомудрии Ситы. Он сказал в Сите, что ты должна пройти этот экзамен. Сита Деви начала плакать. Разве ты сомневаешься во мне? Нет, я не сомневаюсь, но ты должен доказать это публике. И она пошла в огонь, и огонь не принес никакого вреда ей. Сита Деви вышла из огня. И тогда все узнали, насколько целомудрияна Сита. Целомудрияна на сто процентов. И потом второй раз тоже случилось, Рамачандра отправился в Ситу, в осылку, и там она родила двух сыновей, Ломан и Куша. И Ашумет Яги организовали. Лачман звери шел туда, плача. Он, Лачман, всегда думал, что она подобна моей матери. Я никогда не смотрю на нее, как на ее лицо. Я только смотрю на ее стопы. И таким образом... И вот Сита Деви плакала, поскольку она не могла встретиться со своим мужем, но Рамачандра, он тоже... Ну что делать, Рамачандра, он мореет по уши дома, и после этого... Лов Ин Куш, когда они выросли, Ашумет Яги, когда началось... Такое правило должно быть что? То есть лошадь должна там быть, и... не может быть. Не могу, и... Ашумет Яги, и... Лучше тем, Дашамет Яги, какие-то мальчики схватили, и вот они пошли, там два мальчика, они смотрят, спорят... сражаются с Лакшманом. Как это возможно? Это его сыновья были. И Лакшман понял, что это невозможно. А когда Лакшман узнал, что это сыновья Армачандры, как это возможно со мной сражаться? И после этого Сита опять вернулась. И потом опять вопрос возник. И Сита Деви размолилась Придхи Деви. И Придхи Деви расступилась. И перед Армачандрой Сита Деви, она ушла на поталу, упала вниз. И Армачандр начал плакать, Сита, Сита. А Сита, она ничего не слышно, ушла под землю. И после этого Сита Деви пропала. Армачандр начал плакать. Что же делать? Я потерял мою жену Ситу. Хотя нет разлуки по вскоре Шакти, Шакти Матур Объекта. Сведанта Сутри мы узнал, что Сита Армачандра не одна единая татва. И так много вещей, которые я хотел судить, но времени не хватает на все. Хануман Джи Махарадж. Мы находим в Багове там о Ханумане, что Хануман плакал. Хануман Джи Махарадж в Варшаве. И он видел, что он видел, что Рамчандра, Хануман Джи Махарадж в Варшаве. И вот Хануман Джи Махарадж в Варшаве. Хануман Джи Махарадж показывает, как нужно пополняться Господу Рамачандре. Он говорит себе, что я животное, я родился как обезьяна, я не брама, я из какой-то высокой семьи, нет у меня образования. Но все же Рамачандра полностью благословил меня. Я получил всю милость от Рамачандры. Махарадж в Варшаве. Махарадж